всем большой привет и добро пожаловать на мой канал гуляя по инстаграму я натолкнулась на публикацию где люди объявили конкурс ткани мани внизу описание надо сделать паттерн на тему мне уютно давайте зайдем просто посмотрим не знаю почему меня это вдохновило я захотела что-то создать такое что-то подобное потренироваться в конце концов и так далее там даны примерные что надо нарисовать да то есть там кошки и печеньки кофе растения чай носочки то есть что-то такое няшное что делает просто уютное пребывание в доме и так далее это уже те кто участвуют что-то из этого мне прям очень нравится я решила тоже попробовать себя вот как я пишу на это мне прям очень нравится классно сделано это тоже классно вот я пишу здесь свое мнение что почему бы не поучаствовать для меня главное достойно выступить познакомиться с интересными людьми и конечно же хорошо провести время вдохновляясь идей вот и сама идея такая классная да то есть действительно порой не хватает какого-то уюта такого спокойствия в душе уравновешенности ну и так далее вот поэтому кому интересно то давайте вместе со мной и далее по ходу пьесы я расскажу один из своих паттернов которые я скорее всего выставлю в конкурсе и сегодня мы на примере уже готовых объектов посмотрим как делать баннер паттерн бесшовный узор в общем я буду делать бесшовный узор я хочу еще сделать клеточку мне кажется это мило когда всякие кухонные скатерти да там и там присутствует клеточка такая классика мне кажется это здорово короче я тоже хоть что-нибудь такое подобное сделать я не знаю что мне из этого получится вместе с вами экспериментирую собственно как всегда то есть я буду пользоваться плагином поэтому сейчас я просто делаю центровую какую-то фигуру и потом уже буду с ней работать у меня получается какая-то очень толстая клеточка я хотела немножко другого эффекта поэтому как-то сейчас переделаем это уровень куриный см example или но она быстро берет в угол и она так или нет и я хочу видеть там смотрите это видео я хочу вам было очень много фигуру и Итак, мы сделали основную часть. Теперь давайте заходим в Magic Pattern Pro, ссылку на него я оставлю внизу в описании, и смотрим. Итак, он нам его размножил. А теперь я буду просто визуально, да, уже смотря, то есть мне кажется, какой-то перегруз, конечно же, произошел. Что здорово, можно вернуться всегда назад, подправить центральный объект и снова нажать работу плагина. Я выбираю первое. Нет, здесь только первая часть нужна. Вот, и он будет размножать их по-разному. Ой, ну так мне как бы даже, в принципе, и нравится, но не совсем то, что я хотела. И таким образом, подбирая сейчас в разных вариациях, ну вот это мне уже больше нравится. То есть, наверное, в любом случае придется руками немножко подвигать, но главное, чтобы в общем и целом, как бы силуэт нравился. И теперь давайте руками подвигаем или удалим объекты, чтобы не было такого перегруза. И посмотрим, что из этого выйдет. Учитывая, что у нас некоторые объекты, да, они по обе стороны от границы, то есть это тоже надо учитывать, что это уже бесшовный узор, и я хочу, чтобы он бесшовным и остался. То есть я свободно перемещаю то, что в центре, и дублирую то, что по краям. Допустим, вот здесь вот тоже оно что-то, лишнее вообще удалено. Потому что лишнее слишком много удалили. Вот здесь вот, да, допустим, объект внизу и вверху, но пока его не будем трогать. Вот это, допустим, можно просто удалить. Ну, допустим, давайте сделаем маску. Просто, чтобы нам было понятно, с чем мы работаем. Вот, допустим, у меня получается такой фон. И давайте попробуем его не отзеркалить, а откопировать. Здесь, конечно же, просто море для фантазии, да, то есть можно во всяких, всяких разных ракурсах. У меня получился вот такой узор, и в принципе я на этом пока и остановлюсь. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем спасибо за внимание и всем пока!